От этой клумбы нельзя отвести взгляд. Фиалки, бархатцы, розы, петуньи – всех сортов не перечесть. Пять лет назад на этом месте была сухая трава и строительный мусор. Все изменилось, когда в этот дом на Лермонтово-121 переехала Валентина Ежова. Благодаря ее усилиям заброшенный и неухоженный двор малосемейки превратился в настоящий зеленый оазис. Я очень люблю цветы. Когда я пришла, тут был мусор и свалка. Вот я все это выгребла и попросила земли, привезли. И коммунальчик, правда, привез землю. И мы ходили на Красную площадь, просили, чтобы как раз там была земля, чтобы нам этот прораб привез земли. Он привез нам земли просто так. За пирог я ему спекла пирог, и он привез земли. Большую помощь любительницы цветов оказывают органы территориального общественного самоуправления. Благодаря совместным усилиям по соседству установили спортивную площадку, поставили урны и лавочки. Этот двор соответствует всем требованиям муниципального конкурса «Самый уютный дворик». Поэтому решили участвовать в проекте. В 2015 году участвовали тоже лучший дворик, победили третье место завоевали, поставили лавочки во дворе, купили на эти деньги же туи, барбаис, ели. Ну, много таких цветочков вот купили. Ну, усилием, помогаем, поливаем, белим, как сказать, красоту наводим. Еще один участник конкурса – двор дома номер 2 по улице Чехова. Пышные клумбы, ухоженная территория. За порядком здесь следят почти всем домом. Детские площадки никогда не пустуют, а в тени деревьев можно спрятаться даже в самую сильную жару. Одним словом, образцовый двор. Здесь у нас очень много энтузиастов. Швец Валентина Григорьевна, Еремина Любовь Дмитриевна, Ольхович Мария Марковна. Они, которые следят не только за своей территорией около УКОН, но и за территорией всей дворовой территории. У нас вот субботник когда был, дети даже выходили на субботник. Видите, у нас все деревья побеленные, все везде покрашено, все хорошо выходили. Муниципальный конкурс «Самый уютный дворик» проходит в Анапе уже несколько лет подряд. За это время сотни придворовых территорий были облагорожены и озеленены. Первый этап конкурса завершится 1 августа. Окончательные итоги подведут в сентябре. В День города победителям вручат благодарности, почетные грамоты и денежные вознаграждения на дальнейшее благоустройство территорий. Руслан Душевский. Анапа. Регион.